И следующий вопрос, который мы будем обсуждать, это возможности применения иммуно-онкологических препаратов, новой современной иммуно-онкологической, при меланоме. Галина Юрьевна Харкевич, Институт онкологии РОНС имени Блохина. Слушаем вас, Галина Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов за приглашение и за возможность выступить на Конгрессе. Меланома – уже хорошо известная нам опухоль, которая исторически считалась иммуногенной опухолью, и была показана чёткая связь между болезнью и иммунной системой. И действительно, за последние несколько лет возможности лекарственного лечения метастатической меланомы претерпели просто кардинальные изменения. И именно иммунотерапия сегодня занимает лидирующие позиции в лечении метастатической меланомы как в первой, так и в последующих линиях. В нашей стране на сегодняшний день все три иммуно-онкологических препарата, зарегистрированных в мире для лечения метастатической меланомы, также зарегистрированы. И у части наших коллег есть достаточно большой опыт использования этих препаратов и в рамках клинических исследований, и в рамках программ расширенного доступа. Сегодня эти препараты, может быть, не с той скоростью, которой нам бы хотелось, но всё-таки входят и в практику, в нашу стандартную повседневную практику. Прежде всего, хотелось бы вспомнить первый препарат, который был зарегистрирован из категории именно иммуно-онкологических препаратов, который был зарегистрирован для лечения метастатической меланомы. И первый препарат, который показал вообще принципиальную возможность увеличения общей выживаемости пациентов с метастатической меланомой. Таким препаратом стал эпилемумаб, моноклональное антитело к CTLA-4 антигену. В начале исследования этот препарат использовался во второй линии терапии после прогрессирования, уже на фоне стандартной химиотерапии. И показал возможность, во-первых, увеличить общую выживаемость и показал впервые возможность выйти на вот эту плату длительной выживаемости у части пациентов. Следующее исследование проводилось уже в первой линии терапии. И также эпилемумаб в комбинации с декорбозином показал улучшение показателей общей выживаемости. Дальше, чуть позднее появились результаты длительной прослеженности терапии эпилемумабом и у пациентов, которые принимали участие в клинических исследованиях, и у пациентов, которые принимали участие в программах расширенного доступа. Вот такой совокупный анализ данных, включивших без малого 5 тысяч пациентов с метастатической меланомой, показал, что у каждого пятого пациента, получавшего эпилемумаб, есть возможность пережить 3, 5 и более лет. Сегодня у отдельных пациентов прослеженность после терапии эпилемумабом составляет 9 и даже более лет. То есть вот эта плата впервые продемонстрировала нам именно эпилемумаб. Следующее поколение моноклональных антител – это антипеди, моноклональные антитела. И уже исследования первой фазы показали, что вот эту планку в 20% можно повысить до 35%. Наиболее прослеженными сегодня являются пациенты, которые принимали участие в первой фазе клинических исследований неволумаба. Есть показатели общей пятилетней общей выживаемости. И мы видим, что уже каждый третий пациент может достичь длительного контроля над заболеванием и продолжать жить, получив эту терапию. Данные по выживаемости были представлены в прошлом году для пациентов. Это трехгодичная выживаемость для пациентов, которые получали другое моноклональное антитело – пембролизумаб – в рамках исследования первой фазы. И мы видим здесь, что эти пациенты имеют также вот этот длительный контроль над заболеваемостью, причем трехгодичная безрецидивная выживаемость достигает 21%, а трехгодичная общая выживаемость достигает 40%. Но, естественно, что наблюдения за этими пациентами будут продолжены. И, конечно, такие результаты исследований первой фазы послужили основанием для того, чтобы сравнить два иммуно-онкологических препарата – антиселе СТЛА-4, моноклональное антитело, и антипиди-антитело. Я здесь представлю результаты исследований. Исследования такие проводились. Я хотела бы представить исследование именно рандомизированное, исследование третьей фазы. Исследование Киноут-006 сравнивал два различных дозовых режима пембролизумабом с иммунотерапией и пелемумабом в качестве контроля. Мы видим, что стандартное лечение пембролизумабом продолжалось два года. Ипелемумаб использовался в своей стандартной зарегистрированной схеме – это четыре внутривенных введения с интервалом в три недели. То есть, по сути, это десятинедельный режим терапии. Следует обратить внимание, что в этом исследовании, во-первых, примерно у 30% пациентов получали эту терапию не в первой линии терапии, и примерно у 35% больных была бюрофмутация. То есть, это такая более, скажем, гетерогенная категория пациентов. И в этом году были представлены обновленные результаты эффективности пембролизумаба по этому исследованию, когда медиана наблюдения составила без малого три года, 34 месяца, если быть точным. И мы здесь видим, что вот те различия в эффективности и в выживаемости без прогрессирования, и в общей выживаемости, которые были в первоначальном анализе определены, они сохранились. И различия в выживаемости без прогрессирования практически в два раза свидетельствуют в пользу пембролизумаба. Посмотрите, насколько отличается медиана общей выживаемости, и также эти различия прослеживаются и в общей выживаемости пациентов. Частота объективного ответа, неволумаб, позволил у 42% пациентов добиться объективного ответа. При этом у 13% пациентов регистрировался полный ответ на терапию, и эффективность декорбозина практически в три раза ниже была у этих пациентов. Причем интересно отметить, что когда проводился первый анализ в декабре 2015 года, то частота объективных ответов тогда была зарегистрирована как 37%. Увеличение сроков наблюдения и, соответственно, сроков лечения пациентов немолумабом позволило на 5% увеличить частоту объективных ответов. Также интересный анализ был представлен в этом году того, что происходит с пациентами, которые получили полный, предписанный протоколом, цикл лечения пембролизумабом. Таких пациентов из общего количества было 104 пациента, то есть 20% пациентов получили 2-годичный курс терапии пембролизумабом. И со следующими эффектами. У 23% пациентов был зарегистрирован полный ответ. При наблюдении у 23% этот ответ продолжался, и лишь у одного пациента было зарегистрировано прогрессирование болезни. У 65% больных был зарегистрирован частичный ответ. Также он продолжался после отмены терапии у 64% пациентов, и у 4% произошло прогрессирование болезни. И, наконец, у 12% пациентов была зарегистрирована стабилизация, у 10% после отмены терапии, вернее, у 10% пациентов эта стабилизация продолжалась, и у 2% пациента умерли от прогрессирования заболевания. Вот здесь представлен график длительности терапии и продолжительности ответа. Сразу хочу обратить внимание на то, что при медиане наблюдения за пациентами 10 месяцев у 91% пациентов ответ на терапию продолжался после завершения вот этого стандартного курса терапии. Поэтому сегодня, да, ну и, в общем, здесь хорошо видно, что практически единичные пациенты – это те, у которых было отмечено прогрессирование заболевания. Действительно, у подавляющего большинства пациентов мы видим вот эти многочисленные стрелочки, которые говорят нам, что ответ на терапию сохраняется. На что еще важно обратить внимание? Ну, тоже мы говорили о том, что все-таки для реализации объективного ответа на иммунотерапию необходимо время. Здесь хорошо видно, что примерно к четвертому месяцу лечения действительно у большинства пациентов достигается объективный ответ. Но вот достаточно значительной части пациентов необходимо более длительное лечение для того, чтобы достичь частичного ответа и полного ответа. Будут ли пациенты удерживать те объективные ответы, которые они достигли, если мы в силу особенностей нашего, так скажем, финансирования здравоохранения будем уменьшать длительность лечения? На этот вопрос, к сожалению, сегодня нет ответа, и поэтому оптимальная длительность терапии для пациентов на сегодняшний день не установлена. Мы уже, Константин Константинович, ушел, мы на предыдущем симпозиуме обсуждали вот эти вопросы длительности лечения. Но все же, может быть, и 12-месячный курс терапии для наших пациентов – это будет очень неплохой такой задел для контроля с заболеванием. Но еще раз говорю, что удастся ли нам воспроизвести вот те результаты, которые показало это исследование, мы сегодня не знаем. Монорежим другого антипидиантитела Ниволумаба также сравнивался с монорежимом Ипилимумаба. Особенностью этого большого рандомизированного исследования стала еще и третья группа пациентов, которые получали комбинацию Ниволумаба и Ипилимумаба. Сразу должна сказать, что комбинация двух препаратов в нашей стране не зарегистрирована на сегодняшний день. Тем не менее, это исследование интересно и для нас, и возможностью сравнения эффективности двух монорежимов Ниволумаба и Ипилимумаба. Ну и, конечно, вот те цифры объективных ответов, а это почти 60% пациентов с объективными ответами на комбинированную иммунотерапию, это, конечно, не может не вызывать восхищение, при том, что речь уже идет о значительно более широкой популяции пациентов, не ограничивается только наличием БИРАФ-мутации, как, скажем, эффективность БИРАФ-ингибиторов, которые мы имеем в этой субпопуляции пациентов. Ну и посмотрите на эффективность монорежима Ниволумаба. Первая линия терапии, частота объективных ответов почти 45%, при этом у 15% пациентов удается достичь полного ответа на лечение. И также интересно, что при медиане наблюдения за пациентами 30 месяцев, но медиана длительности ответа на комбинированную терапию не была достигнута. То есть за это время ни у одного из пациентов ответ не прекратился. Медиана длительности на Ниволумабе составила более 30 месяцев, что еще раз говорит нам о том, что очень важно достичь объективного ответа на терапию, которая может удерживаться очень и очень долго. И выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Исследование изначально было нацелено на то, чтобы сравнить монорежим Ниволумаба и комбинированную терапию Ниволумабом с Эпилимумабом. И очень четко показано, что по сравнению с Эпилимумабом Ниволумаб почти на 50% снижает риск прогрессирования болезни. При этом безрецидивная двухгодичная выживаемость на Ниволумабе составила 37% и всего лишь 12% на Эпилимумабе. Если говорить об общей выживаемости, то также мы здесь видим очень четкие преимущества Ниволумаба. Снижение риска прогрессирования или смерти по сравнению с Эпилимумабом составило 37% и двухгодичная выживаемость пациентов на монотерапии Ниволумабом составила 60%. Теперь хотелось бы посмотреть. Это общие данные по всем пациентам с метастатической меланомой. Хотелось бы посмотреть в группах особого интереса, какой эффективностью обладает иммунотерапия. И здесь интересные результаты были, во-первых, получены для пациентов, другая субпопуляция пациентов, не имеющих БИРАФ-мутации. Мы уже хорошо знаем о возможностях лечения пациентов, имеющих БИРАФ-мутацию с использованием БИРАФ-ингибиторов. Для другой категории пациентов таких успехов до недавнего времени получено не было, и химиотерапия, по сути, была единственной возможностью их лечения. И в данном исследовании, рандомизированное исследование третьей фазы для отобранной категории пациентов, не имеющих БИРАФ-мутацию. Эффективность стандартной химиотерапии декорбазином сравнивалась с эффективностью монотерапии Ниволумабом. Посмотрите, насколько значимы и клинические, и, естественно, статистически значимые различия и в выживаемости без прогрессирования, и в общей выживаемости продемонстрировала Ниволумаб в сравнении со стандартной химиотерапией. И, конечно, сегодня уже после регистрации этих препаратов и в нашей стране продолжение использования химиотерапии у этой категории пациентов, не имеющих БИРАФ-мутацию, значительно ухудшает результаты лечения по сравнению с возможностью использования Ниволумаба. Это сегодня является новым стандартом лечения для пациентов, не имеющих БИРАФ-мутации. По частоте объективных ответов мы также здесь видим, что более 40% пациентов достигли объективного ответа, при этом у 11% пациентов регистрировался полный ответ на терапию, и почти в 3 раза меньше количество пациентов достигает объективного ответа на фоне стандартной химиотерапии. Другое очень интересное исследование, результаты которого, это пока первые результаты, которые были в этом году представлены, интересно оно тем, что это самый большой опыт использования Ниволумаба у пациентов после прогрессии на терапии эпилемумабом или после окончания терапии эпилемумабом. Больше 700 пациентов было включено в это исследование, и следует обратить внимание на то, насколько это непростая категория пациентов с расширенными критериями включения. Мы здесь видим и пациентов, имеющих низкий ЭКОК-статус, и пациенты с изначально неблагоприятными формами меланомы, в частности, увиальной меланомой и меланомой слизистых, пациенты с метастазами меланомы в центральную нервную систему. Поэтому хочу напомнить, что эпилемумаб эти пациенты получали во второй линии терапии, и, соответственно, Ниволумаб в третьей и последующих. При этом у 23, четвертая часть пациентов до терапии Ниволумабом получили 3 и более линии лечения. То есть действительно очень тяжело предлеченная категория пациентов. Какие результаты этого исследования? Цели были, естественно, оценить общую выживаемость пациентов, эффективность лечения, и у этой категории пациентов с прогрессией на эпилемабе оценить частоту нежелательных явлений, и особенно выраженных нежелательных явлений. И мы здесь видим, что даже в такой очень непростой или сложной для лечения категории пациентов однолетняя выживаемость пациентов составила 60% и частота объективных ответов – 32%. Наихудшие результаты были отмечены у пациентов с увиальной меланомой и у пациентов с низким ЭКОК-статусом. Две другие подгруппы пациентов с меланомой слизистых и с метастатическим поражением головного мозга имели несколько худшие результаты, но, тем не менее, это данные, которые говорят в пользу терапии неволумабом по сравнению с историческим контролем. Хочу напомнить, что до сих пор ни для пациентов с увиальной меланомой, ни для пациентов с меланомой слизистых стандартов лечения на сегодняшний день не существует. И даже для пациентов с метастатическим поражением головного мозга неволумаб также показал определенную эффективность. Если говорить о переносимости, очень важный, естественно, вопрос, особенно для пациентов, которые уже получили эпилемумаб и уже могли иметь нежелательные явления, связанные с этим видом терапии, то, в общем, по данным этого исследования оказалось, что никаких новых видов токсичности выявлено не было, а действительно тяжелые осложнения третьей и четвертой степени наблюдались лишь у единичных пациентов. Таким образом, эти данные не соответствуют тем данным переносимости, благоприятному профилю токсичности неволумаба, который был получен у других пациентов. Мы сегодня обсуждали вопросы и эффективность терапии у пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Мы все прекрасно понимаем, какая тяжелая эта категория пациентов. И вот интересны данные нескольких исследований, которые в этом году были представлены именно у пациентов с метастатическим поражением головного мозга. В этом исследовании оценивалась эффективность комбинированной иммунотерапии. Эти цифры, которые здесь получены, они, в общем, тоже поражают. Посмотрите, пожалуйста. У всех пациентов, включенных в исследование, 75 таких пациентов, у всех было поражение центральной нервной системы, как интракраниальная, так и экстракраниальная. И частота объективных ответов на комбинированный неволумаб в комбинации с эпилемумабом терапии достигла 56%. При этом у 19% пациентов был полный ответ на терапию достигнут. Это первые результаты, поэтому пока есть данные по выживаемости без прогрессирования. Шестимесячная выживаемость без прогрессирования составила 67%. Для этой категории пациентов это очень и очень значимо. Категория пациентов, сбирав мутации. Сегодня мы видим, что у нас есть действительно два эффективных метода терапии. Это таргетная терапия и иммунотерапия. Сразу надо сказать, что вопрос о оптимальной последовательности этих двух видов терапии на сегодняшний день нарешен. Естественно, что клинические исследования проводятся, причем уже оценивается просто стратегия, не просто сравнивается один режим с другим, а сравнивается последовательность, когда мы начинаем с таргетной терапии, затем переходим на иммунотерапию или противоположная терапия. Но эти исследования пока идут, ответа у нас нет окончательного. Что же предпочесть для пациентов, сбирав мутации? Поэтому можем лишь по данным, уже опубликованным данным, непрямых сравнений, оценить эффективность и таргетной терапии, и иммунотерапии у пациентов, именно сбирав мутации. То есть вот те цифры для иммунотерапии по частоте объективных ответов, медиа невыживаемости без прогрессирования, общей выживаемости – это цифры, которые мы нашли в литературе для пациентов с бирав мутацией. Ну, видим хорошо, что, конечно, по частоте объективных ответов, если мы сравниваем монорежимы антипиди, антител, даже с монорежимом бирав ингибиторов, то, в общем, мы видим преимущество бирав ингибиторов, особенно оно заметно, если мы говорим о комбинированной бирав и мек ингибитор терапии. Но посмотрите, пожалуйста, частота объективных ответов на комбинированную иммунотерапию у пациентов с бирав мутацией уже практически сопоставима с эффективностью комбинации бирав и мек ингибиторами. Медиана выживаемости без прогрессирования на монотерапии она несколько ниже, чем на монотерапии бирав ингибиторами и чем на комбинированной терапии. Но комбинированная терапия уже эти показатели не только достигает, но и превышает. Ну и медиан общей выживаемости не можем пока сравнить, поскольку она не была достигнута в тех исследованиях, куда входили пациенты с бирав мутацией, и поэтому можем сравнивать показатели двухлетней выживаемости. А вот они-то как раз свидетельствуют в пользу иммунотерапии, которая назначается в первой линии лечения. Много может быть объяснений этому факту и изменения биологических свойств болезни после прогрессирования на фоне бирав ингибиторов. Возможно, те ретроспективные данные, которые сегодня есть, говорят, что предшествующая терапия бирав ингибиторами ухудшает эффективность иммунотерапии, в то время как иммунотерапия не влияет на эффективность бирав ингибиторов. Так или иначе, но в рекомендации и Ассоциации онкологов России в этом году включены в том числе и монотерапии бирав ингибиторами для пациентов с метастатической меланомой. И эти рекомендации также внесены в рекомендации Русско, которые будут в этом году опубликованы. Поэтому только хочется пожелать, чтобы у нас у всех всё больше и больше накапливался опыт использования иммунотерапии, новых подходов к иммунотерапии у пациентов с метастатической меланомой. Спасибо за внимание. Галина Юрьевна, спасибо большое за интересный доклад. Уважаемые коллеги, один вопрос. Вопросы есть? Лечение меланомы. Наверное, больше всего имеем опыт по этому всё-таки, да? Галина Юрьевна, у меня тогда короткий вопрос. Скажите, всё-таки чему предпочтение дадите в практическом? Вот когда у вас, давайте представим, что всё есть у вас, и BRAF-ингибиторы, и МЕК-ингибиторы, и пилюмаб, и невлумаб, и пембролизумаб. С чего начнёте лечить пациента? Светлана Анатольевна, ну, очень хороший вопрос. Просто так одним словом не ответишь, потому что всё-таки разные пациенты, скорее всего, будут требовать разных подходов. Но я могу сказать, что, наверное, скажем, для пациентов всё-таки с большой очень опухолевой массой и с симптомным заболеванием я бы начала терапию с комбинированной BRAF и МЕК-ингибитора. В то время как для пациента, например, не имеющего BRAF-мутации, это однозначно терапия антипиди-антителами. А если у него ещё и низкий уровень экспрессии PD-L1, то это комбинированная терапия антипиди-антителом и пилюмабом. Да. Раз уже вы сами затронули этот вопрос, будем ли практически определять у пациентов PD-L1 уровень экспрессии? Ну, пока скорее с точки зрения такого научного интереса, потому что такой чёткой привязки назначения препарата к уровню экспрессии для меланомы на сегодняшний день нет. Особенно если говорить о монотерапии антипиди-антителами. Спасибо большое ещё раз. Вопрос созрел один. Будьте добры. Спасибо большое за доклад. Я хотела поинтересоваться таким вопросом. На ASCO-GU были доложены результаты применения и пилюмаба, и неволумаба в отношении пациентов с раком почки. И было показано, что у пациентов, которые предшествующе принимали антибактериальную терапию широкого спектра действия, эффективность действия иммунопрепаратов снизилась в четверо. То есть там показатель по выживаемости без прогрессирования составил 8,2 месяца, соответственно, в этих когортах пациента. Ну, то есть поднялся вопрос, соответственно, о необходимости проведения проспективного исследования и проблемы применения антибактериальной терапии у этих пациентов. Хочу поинтересоваться, есть ли какое-то представление о возможности, может быть, применения антибактериальной терапии, соответственно, при лечении уже пациентов с меланомой и иммунотерапевтическими препаратами. И может быть какое-то представление о том, насколько действительно эффект может быть смодулирован в зависимости от того, пациент получал или получает антибактериальную терапию. Вообще созревает такой вопрос, актуализируется ли он в нашей стране или нет. Спасибо. Ну, знаете, я думаю, что будет идти время, и у нас будут появляться все новые и новые результаты, скажем, исследований каких-то таких, имеющих непосредственного отношения к онкологии препаратов, которые потенциально могут каким-то образом влиять на эффективность терапии. Ну, конечно, мы говорим о том, что сегодня это абсолютно не показание для использования в клинической практике, но, конечно, определенный интерес, вообще комбинации, комбинации сегодня это, ну, и уже сегодня, и это, конечно, будущее терапии опухолей. И предшествующие докладчики уже вот эти возможности комбинации различных препаратов и химиотерапии, и иммунотерапии, и лучевой терапии уже представляли. Огромное количество исследований сегодня идет. Исследования могут быть, да, и с такими препаратами пара, так скажем, онкологическими. Ну, мне сложно окончательно ответить, да, это, наверное, интерес имеет, но это, конечно, требует каких-то более таких широких и более серьезных исследований, нежели отдельные сообщения. Спасибо, Галина Юрьевна. Спасибо еще раз за доклад интересный.